патриотизм верность родине и ненависть к врагу сегодня у многих мир перевернулся и врагами стали даже самые близкие люди но если мы верим что господь ишуа царь то где наша родина и кто наш враг библия учит нас что за каждое наше слово дадим отчет не только за слова сказанные лично или с трибуны но за слова написанные где бы то ни было даже в своем личном дневнике за них тоже а тем более за слова во всемирной сети интернет они к слову вообще никуда не исчезают даже если их удалить в своем гаджете они хранятся где-то в цифровом мире виде единичек и ноликов присмотритесь соцсети полны слов за которые потом придется давать отчет и перед богом и перед людьми группы христиан в социальных сетях и мессенджерах из разных стран общались и молились вместе много лет по крайней мере к видны два года точно но сейчас одно слово сострадания к украинским детям или российским матерям может превратить близких по духу людей в злейших врагов им кажется что нация в данном случае определяет патриотизм но кто тогда для них господь неба и земли палочка-выручалочка волшебник исполняющий желание если бог для вас реален и вы ожидаете его царствие то быть патриотом значит защищать царство божие которое внутри нас и сражаться с его врагами грехом зависимости болезнями нищетой они есть среди американцев среди украинцев и среди русских особенно сильные такие враги как ненависть и страх они атакуют все нации без разбора если эти враги нас победят то наша общая родина на небесах закроет свои границы небо буквально закроется для нас и если сейчас беженцам есть куда ехать другие страны принимает то куда мы побежим от гнева божия если царство его будет для нас закрыта не зря сказано что время начаться суду с дома божьего если мы с вами не устоим то что уже говорить о тех кто живет без господа в сердце если свет который в нас тима то какова же тима покаяние и милосердие вот что нам сейчас необходимо возьмите за правило видеть в любом человека бога его образ с таким отношением вы и думать и обращаться и отвечать будете по-другому всем мира душевных сил и мудрости оставаться детьми божьими наследниками его царства шабад шалом всем израиля